День добровольца День добровольцев Так начинался боевой путь Айдара, одного из самых многочисленных добробатов впоследствии 24-го отдельного штурмового батальона вооруженных сил Украины. Его основой были обычные люди, часто без навыков службы, без государственного удовольствия и элементарной амуниции получали военный опыт на месте сражений. Я компьютерщик, сынуля мой был, Буратино, подорвался на меня, он кулинар, тот токарь, тот в колхозе работал, тот какой-то. Ну то есть все обыкновенные люди с обыкновенными гражданскими профессиями. Я окончил Белоцерковский аграрный университет. Я менеджер организаций. Это в мирной жизни, а сейчас офицер, за плечами которого множество боев на тяжелейших участках фронта. Своё подразделение он не делит на добровольцев, воюющих с основания, и на тех, кто заключил контракт годы спустя. 90% можно приравнять к тем добровольцам, которые когда-то пришли защищать свою страну без денег и отдавали жизни. Сейчас, да, им платят зарплату, но они добровольно пришли в военкомат и добровольно закончили контракт. География боев батальона «Айдар» широка. Это почти вся линия фронта на Донбассе. Враги нас боятся, потому что «Айдар» всегда давал адекватный, точный, прицельный ответ. Когда они начинали стрелять, мы отвечали точно и поражали цели. Часть бойцов, уйдя воевать 4 года назад, так и не смогла вернуться в свои дома, которые остались на оккупированной территории. До войны я был предпринимателем, вёл там правозащитную деятельность, и то есть война внесла в мою жизнь, ну, полностью всё изменилось. Я потерял бизнес, потерял квартиру, потерял, ну, потерял всё, можно сказать. В 2014 году против, я точно знаю, что против меня там брат двоюродный воевал, племянник один и второй. Своё боевое задание они выполнили сполна, взяв под контроль несколько месяцев назад два населённых пункта в серой зоне Донбасса – Травневая и Гладосова. Сейчас впервые за два года на ротации, но продолжают совершенствовать и без того отточенные военные навыки. Говорят, впереди у них ещё одна главная задача. Незаконченное дело. Мы не закончили всю эту войну, поэтому как-то нужно довести до логического завершения, а тогда уже будет понимание, что будет дальше. Игорь Меделян, Сергей Савельев, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова